Антон, подскажи, пожалуйста, вот такой вопрос. У нас сейчас заканчивается ремонт и скоро нужно будет запускать маркетинг в работу. И прежде чем запускать маркетинг, нужно сделать конкурентный анализ, чтобы понять, какие еще игроки в данный момент на рынке в этом городе работают. Вот как делается конкурентный анализ и на какие параметры, моменты нужно обратить особое внимание? Хорошо. Конкурентный анализ состоит из ряда критериев. Это таблица сводная, где каждый из ваших конкурентов рассматривается по этим критериям. Это название клиники, где они находятся, сколько трафика им приходит на сайт, сами их сайты, их офферы, их конкурентные преимущества. Это много-много параметров, которые мы обучаем, как их рассматривать собственнику. Мы это делаем сами и объясняем, как это делать собственнику самому. Потому что своих конкурентов нужно знать в лицо, и так собственник лучше понимает, что ему усилить, где у него нужно подтянуться, а где он уже лидирует. Хочешь узнать, можно ли открыть стоматологическую клинику по франшизе Демократ в твоем городе? Прямо сейчас переходи на наш сайт, оставляй заявку и получай полный пакет документов, а именно финансовая модель открытия окупаемости клиники, подробный план открытия и уже готовый скринкаст видео о том, как один из наших партнеров открыл клинику и вышел на выручку в 4 миллиона рублей. Прямо сейчас переходи по ссылке в описании под этим видео, вводи свою электронную почту, имя и номер телефона и в течение 5 минут тебе придет информация в виде смс-сообщения и на почту с полным пакетом документов. Переходи по ссылке в описании этого видео, оставляй заявку и получи полный пакет документов. Я правильно понял, что мы передаем всем нашим партнерам такую таблицу и объясняем, как ее заполнять. И партнеры самостоятельно заполняют таблицу и за счет этого понимают, насколько они будут конкурентоспособны в их городе. Да, все правильно и в этом мы им помогаем. Ага, там сколько параметров в этой таблице? 11 параметров. Ага, еще скажи, пожалуйста, сколько конкурентов нужно оценить, чтобы сложилась какая-то полная картинка? Нужно оценить не менее 10 конкурентов и выделить 5 самых лучших, прямо 5 самых сильных, с кем ты будешь конкурировать. Хорошо, спасибо. Антон, подскажи, пожалуйста, вот есть люди, которые хотят открывать клинику в разных городах. Бывает такое, что люди хотят открывать клинику в небольших городах с населением там 100 тысяч. И как им понять вообще, есть ли в их городе спрос, как проанализировать рынок, неважно большой это город или маленький? Для начала я отвечу на этот вопрос, то что в принципе стоматологические услуги пользуются очень большим спросом. У всех у нас 32 зубы и, к сожалению, нам приходится их лечить. То есть каждый человек потенциально 32 раза может обратиться в клинику. Более того, мы уже провели анализ во всех городах, крупных, маленьких, и мы знаем, сколько клиник находится на душе населения. А скажи, есть ли какие-то открытые ресурсы там у Яндекса, например, чтобы можно было посмотреть по количеству запросов в каждом конкретном городе? Сколько людей ищут там стоматологические услуги? Да, конечно. Есть открытые ресурсы Яндекс.Вордстат, где вы можете посмотреть, сколько запросов в месяц в вашем городе, сколько людей ищут стоматологии и даже конкретную услугу, сколько человек ищет имплантацию, сколько брекеты, ну и так далее. Хорошо, спасибо. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на наш youtube канал, чтобы в дальнейшем смотреть последующие видео о построении системы продаж в ваших клиниках. Антон, подскажи, пожалуйста, у нас сейчас такой вопрос. У клиники заканчивается ремонт и нужно будет запускать разные элементы маркетинга и подготовить все, чтобы пациенты могли и хотели купить у нас в клинике. Вот скажи, пожалуйста, какие элементы упаковки нужно подготовить в первую очередь и из чего вообще эта упаковка вся состоит? Хорошо, для начала я скажу, что в современном мире упаковка вышла уже за рамки просто вывески. Сейчас упаковка это сайты, визитки, флайеры, ручки, вообще все-все-все, где потенциальный клиент касается с компанией. Представьте себе путь клиента, который идет в клинику и на этом пути наша задача, задача упаковки максимально часто везде говорит здесь демократ, сфокусировать его внимание, чтобы он знал куда он идет. Это упаковка, это ваша идентификация и это очень важно. Хорошо, скажи, вот какие такие вот самые важные элементы в упаковке, которые мы и наши партнеры используют в своих стоматологиях? Вот прям давай перечислим их. Это обязательно вывеска, это обязательно сайт, это обязательно полиграфия, визитки, кружки, ручки, это баннеры, штендеры, наружная реклама, это... Да, вот что касается внутри клиники, вот то, что мы кладем книги доверия, то, что крутим видеоотзывы на телевизоре. Совершенно верно, да. Это брендированные отзывы, это книги доверенные оформлены для повышения лояльности и вообще внутреннее оформление. Даже вывеска внутри должна быть оформлена в стиле демократ. То, что демократ в умах потенциальных клиентов должен быть везде. Хорошо, большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова